Давайте чисто, ну вот так, буквально по пунктам, вот начиная с техникума, да, перечислите, что вы делали? Ну смотрите, техникум, армия 3,5 года, 17 лет на судостроительном заводе, начиная от помощника мастера, потом мастер, начальник участка, замначальника цеха, потом и параллельно в университете заочно учился, увлекся психологией, филологией, значит, начал писать. Вот, кстати говоря, интересная деталь, вы напомнили, я написал рассказ, была такая центральная газета «Труд», направили, она объявила конкурс на короткий рассказ. А я направил туда рассказ, который был опубликован в «Южной правде», туда, и вдруг приходит извещение, что я получил третью всесоюзную премию. Всесоюзную. Всесоюзную, значит, но самое интересное, кто первую? А первую – Василий Аксенов, представляете, эта величина. Вторую – Михаил Рощин, а я с Лидиным, тоже известный, значит, писатель, которые все время печатались в центральных газетах, разделил третью премию. Вдохновленный таким успехом, я написал короткую повесть о буднях судостроительного, мастера судостроительного завода и направил в один из журналов центральных. Через месяца три приходит мне ответ. Да, чувствуется, что автор владеет словом, образом, но он совсем не знает нашей действительности. Он отдалек от реалии. Я понял, что если я буду продолжать писать, то я буду все время получать вот такие ответы. Понимаете? Я решил заняться наукой, бросил и начал регулярно публиковаться уже после распада Союза, когда отменили цензуру. А вот все-таки вернулись. Не жалеете, что такая пауза была в творчестве, в литературном? Вы же здесь уже достигли очень таких приличных вообще успехов. Я рассуждаю так, что если бы что-то уже было, давило писать, то я бы писал. А раз я мог не писать, значит, не нужно было. А все то, что скопилось, оно вырвалось теперь. Вот видите, сейчас книжки мои расходятся. Значит, на прилавках и остается, вот, как опубликую в газете какой-нибудь рассказ, куча мне звонков всяких. В общем, вы живете. Да. Если говорить о творчестве и вообще. А потом, вот, дальше вы говорите, а потом я защитил кандидатскую диссертацию, докторскую диссертацию. Вот, защитил по... Учитывая мои заслуги в изобретательстве, создании новых технических средств обучения, которые... Меня избрали академиком в Российской академии образования. В Украине избрали почетным доктором наук педагогических, в Украинской академии наук. Так что, значит, грех, как говорится, жаловаться. Вы знаете, я себе составил грубую схему способностей человека. Такую. Дурак. Обыкновенный. Способный. Талантливый. И гений. Вы куда себя здесь причислите? Я способный. Я бы вот тут отнес себя к способным. Я не шибко высокого мнения о своих талантах, так сказать. Нет. Я считаю, что оценку должны давать люди своему творчеству. И мне было интересно понимать, почему к психологии я потянулся. Потому что я увидел, что те люди, мастера, инженера, которые еще интересуются и психологией, и литературой, у них почему-то лучшее отношение с подчиненными, с работягами. Мне стало интересно, почему это складывается. И я стал заниматься психологией. И я понял, что психология помогает человеку в жизни. Меня стали приглашать, как психолога, участвовать в избирательных кампаниях. Это уже когда, после распада Союза, когда начал. Мои же ученики, мои же ученики стали, пошли, посты стали занимать больше. И когда они в избирательных кампаниях говорят, нам надо психолог. И в Дельта Лоцман вас приглашали тоже. И в Дельта Лоцман, значит, приглашали. И там мы создали тренажеры хорошие, методики, получили авторские свидетельства. Значит, я понял, что это тоже уточаль, который находит себя, можно сказать, во всех сферах человеческой жизни. Что вы вспоминаете из своей жизни, как горькое, досадное? Вообще, смотрите, вы когда-нибудь воровали или нет? Я воровать не воровал, но я играл в деньги. Почему? Играл серьезно в деньги. Мальчишкой будучи. Родители на работе, а надо с чем-то заниматься. И вот шпана вот эта, давай деньги. Научили меня играть. И причем, а так голова работала, ну, например, в Орлянку. Знаете? Ну вы кто же это? Все прошли через это? Так я сделал другое. Я понял, что взять пятак, который бросают, с двух сторон на орешки стереть, на камнях или на наждаке. И получится, и там Орел, и там Орел. И вот начинаем играть. И я пиджак одеваю. И двадцатчики, самые крупные двадцатчики. Вот ложу себе сюда вот так вот, эти двадцатчики. И потом, когда я вижу, что он много забрал денег, я так вот наклоняю пиджак. Вот эта стопочка раз мне сюда. А я вижу, значит, у меня Орел, и наверняка я выигрываю. У меня было столько денег, что я боялся домой их нести. Я в огороде выкопал яму. Класс, класс. Закопал туда деньги. Значит, и было уже, ну, четвертом, или нет, на классе, значит, в это. Когда я в футбол гонял, пришел, запыхавшись, разделся, шапку бросил, она упала. А папа говорит, подними шапку, повесь. Я говорю, да я потом. Я тебе сказал, подними, значит. Он никогда меня не бил. А тут я смотрю за ремень. Он схватился. А, так, я выскакиваю за дверь в огород. Достал свои деньги на вокзал и в поезд. И меня сняла уже милиция, где-то за Свердловском привезли. Она мне запомнилась почему. Видно, мама с папой переговорили, чтобы меня уже не били, значит. Меня привезли вот домой. И мне угостили мороженое. Я первый раз в жизни поел мороженое. Это тогда вот мне запомнилось вот это после возвращения. Вот так запомнилась вот эта страсть к деньгам. Часто, не часто. Интересно, вопрос мы упустили. Вот когда я столкнулся с еврейской тематикой, вот почему, где это было. А вот когда я у нас начали внедрять научную организацию труда, на заводе потребовался, решили организовать бюро научной организации труда. Я пришел к начальнику цеха, а начальником цеха как раз стал в это время вот Мася Подлянский, который мы росли вместе с ним. Я говорю, вот скажите, чтобы, порекомендуйте меня, чтобы взяли начальником бюро заводского. Ну, это хорошо. Значит, проходит день, два, меня не вызывают. Я к этому начальнику цеха пришел в кабинет, говорю, выясните, почему, что-то, никаких слухов и решений возьмут меня, не возьмут. Он говорит, сейчас, снимаю трубку, мы вдвоем сидим напротив друг друга, и он звонит по торгу, говорит, там я давал предложение Старикова на начальника. Говорит, я гарантирую, что он исправится с этой должностью, почему-то он не решается. А я слышу, он говорит ему, так что ты хочешь, у нас, говорит, два еврея начальника цеха, там еще начальник бюро, у нас же не синагога, а завод, мы не можем его брать. Он говорит, что я могу сделать, портор завода, сказал. И вот я тогда понял, почему распался Советский Союз. Понимаете? Почему? Оказывается, на мой взгляд, главная причина распада СССР – это разрыв между словом и делом. С одной стороны, проповедовали красивые истины, значит, что так, а на самом деле творило совсем другое. Это я понял второй раз, убедился в этом, когда впервые побывал в ГДР. В это время у нас пустые магазины. Я, проводя занятия с рабочими, говорил о том, что мы оказываем помощь, значит, слаборазвитым странам, значит, послевоенные и так далее. А я приехал в Германию, посмотрел на их магазины, и у нас пустые полки. А это было как раз тот год, когда начали строить стену в Берлине. И вот наш гид, который хорошо говорил на русском, немец, он, оказывается, служил в дивизии «Мертвая голова», знаменитая немецкая дивизия. Был взят в плен под Сталинградом, женился на русской. И живут, и часто бывал в Советском Союзе. И мы идем по Берлину, как раз где-то стена. Я у него сказал, смотри, а почему стоят охрана только с нашей стороны, а стой, не стоит охрана. А он улыбается, говорит, так бегут же туда, а не сюда. Говорю, как бегут, там же другая страна, другое дело. А, это вы русские так. У нас, говорит, пять сортов в магазине колбасы, а там двадцать. И там еще приводят такие цены. Это, говорит, ну, другое. А я понял. И для меня это было шоком, вот это богатство. А наша ж правительство было ж и видело это много лет. Что же нам лапшу на уши весь навешивали, что мы это. Идем, Алексеевич. А сейчас же снова же лапша на ушах у нас висит или нет? Сейчас что висит на ушах, зависит от нас самих. Меня, как и многих нормальных людей, раздражала уравниловка, которая была в то время, в советские времена. Мне было обидно, что я мастер, допустим, отвечаю за жизнь рабочего, все. А рабочие, квалифицированные, получают больше, чем я мастер. А сейчас другое дело. Значит, я не против того, чтобы были богатые. Пусть будут богатые. Но не должно быть и голодных, и бедных. И такого разрыва, ну что, я не представляю себе, почему есть должности сейчас, где 200 тысяч оклад при нашем жизненном уровне. Это процента 3 народу, ну 5 процентов. Да. Не процент даже, а остальные одинаково бедные. Астин, ну, понимаете, вот это мне не нравится. Вы смотрите, даже при Советском Союзе, не говорили об этом, но корабельных, возьмите, весь, всех судостроителей, была уже, была уже буржуазия, рабочая буржуазия была. Ну да, кто эти были? Эти были люди, которые получали не как инженер 120. Да. Они получали, вот, малые, там, известные люди. Они получали по 500, по 600 гривен. Ну, в два раза больше. Да, совершенно верно. Ну, это заслуженно. Они зарабатывали, я знаю, как они зарабатывали, эти люди, значит, как говорится, вкалывали хорошо. Честно, не надо, допустим, пусть 50 тысяч в оплату, 70 тысяч, 100 тысяч, ну, 200 тысяч, я не представляю, куда он их потратит, что надо сделать. Это уже психология, это уже другая вырабатывается психология. Если говорить о государственном устройстве, смотрите, самые ключевые посты занимают не профессионалы, а люди близкие к этим. Откуда же может быть прогресс, откуда может быть экономика? Отсюда все корни зла, потому что сейчас идут не для того, чтобы служить государству, а для того, чтобы заработать себе у государства. Понимаете? А в результате у государства обеднело, и теперь у нас уже, я не знаю, когда она вылезет из этого болота, которое сейчас... Ведь все показатели за вот эти 25 лет, помните, мы раньше рисовали графики, вот так вот, все вверх, вверх, а у нас сейчас все вниз-вниз пошло. Вот что страшно. Нужен лидер, я так понимаю. Найдется такой лидер, такой, как наша страна. Он должен, прежде всего, слушать Украине, любить Украину, а не свой карман. По-настоящему. А не свой карман. Если он будет любить свой карман, то нам долго еще придется топтаться в этом болоте. У вас есть несбывшиеся мечты, планы, нереализованные? Ну, я, понимаете, старался всегда реализовывать. Вы посмотрите на мой рабочий стол, я где-то планирую несколько важных событий на год, на каждую неделю, на каждый день. Эта привычка у меня уже сохранилась, поэтому я считаю, что так идет реализация планов. Сколько свободы вы получили в своей жизни и когда вы чувствовали себя свободным? Я всегда чувствовал себя свободным. В чем эта свобода? Я мог послать на три буквы любого начальника, потому что я знал, что я устроюсь в другом месте, я найду себе работу. И вот это мне давало свободу и сейчас дает свободу. У меня был случай, вот конкретный, вот когда меня пригласили впервые участвовать в избирательной кампании, Олейник, вы знаете, нашего мэра, значит, который был, значит, мы победили, хотя никто не верил, значит, он мне предложил, говорит, Илья Масич, переходи ко мне к советникам. Я говорю, нет, не перейду. Он так удивился, почему, почему. Я говорю, потому что если я перейду к вам, я буду вынужден смотреть вам в рот и говорить то, что вам нравится. А я, значит, всегда хочу говорить это, значит, то, что я думаю, то, что нужно, значит. И он, надо дать ему должное. Говорит, хорошо, я понял. Не обиделся. И у нас остались хорошие отношения. Вот это два человека, с которыми у меня были. Вот точно так же повторилась ситуация с Чайкой. Мы были в разных командах. Я выступал против Чайки, значит, но когда он победил, все равно, когда я не приду по какому-нибудь вопросу, он всегда умел отвечать и помогал. Вот это умение перейти, перешагнуть через свое самолюбие, вот признак настоящего руководителя. И еще один важный момент, вот если говорить, вот что сейчас, на мой взгляд, сдерживает управление нашего города, нашей области, я бы назвал, как психолог, это масштабность мышления. У нас мелкая масштабность мышления. Как это понять, масштабность, что я как психолог вкладываю? Вот конкретный пример. Смотрите, Кенигсберг или Калининград, как он теперь же был, 17 век. Захолустный был университет европейский. Кант пришел в этот университет и стал центром культуры. Одна личность перевернула всю европейскую культуру. Канта тогда считала, что, значит, главное, сколько языков человек знает. И теперь, ну и так, Кант знал всего два языка. Это в то время было очень мало. Но его мышление было широкое. Он видел, умел охватить всю Европу. Второй момент, пример мышления Черчилль. Вы знаете, как Черчилль не любил коммунистов? Но когда он стал уже премьер-министром, в Англии, в парламенте подняли вопрос о запрете коммунистической партии Англии. Знаете, что он сказал? Он говорит, господа, ну и они же, эти коммунисты, тоже англичане. Как же мы можем их выгонять? И до сих пор в Англии в парламенте есть фракция коммунистов. Вот мышление. А у нас что было? Посмотрите, 50 лет советской власти. Возьмите наш Верховный Совет. Там были люди добросовестные, хорошие, герои соцтруда, все это. Ну, мышление. Они что сказали? Поднимали руки. Партия наша рулевой. И все. Без всяких сомнений. А человек должен сомневаться. Задавать вопросы. Вот если мы научим человека задавать вопросы, почему, правильно или нет, то у нас, может быть, быстрее мы дойдем к хорошим результатам в управлении государством. А если нет, вот поэтому сейчас, я посмотрю, приходит хороший, допустим, мэр, тоже Сенкевич или Савченко, а команды у него нет. Надо научиться собирать команду с хорошим мышлением, с масштабным мышлением. В государстве нет понятия, как делать. Ну, вы называете это государственность, я называю это масштабность мышления, значит, понимаете? У нас же что нет? У меня вот случай из практики избирательной. Мне приходят в одним штабом, говорит, я не буду назвать фамилию, но вот, говорит, выдвигают депутаты Верховного Совета, значит, им нужен психолог, идите ищут психолога. Я порекомендовал вас, согласитесь быть у него психологом. Я говорю, я должен сначала с ним поговорить, а потом вам отвечу, соглашусь ли с ним. Хорошо, назначаем встречу, приходим, значит, поговорили, выходим потом, ну как? Говорю, я не буду с ним работать. Говорит, почему? А он как-то в обиходе, когда мы сказали, он говорит, что, ну, он не знает, нужен ли ему психиатр в команде, если он не различает психолога, и он идет в Верховный Совет, понимаете? Так он же победил, и он же заседал там все время. Вот у меня подозрение, что большинство наших сегодняшних вот это, вот с таким мышлением немасштабным, и отсюда и беды наши. Вы считаете себя современным человеком? Вы хорошо разбираетесь в нынешней жизни? Вы хорошо чувствуете молодежь? Вы понимаете, как они живут и что, в принципе, им надо? Ну, я не могу, это было, да, знаешь, там, и самопохвалой такой, и что я все знаю, вот. У меня другие критерии, а вот там есть кружечка, сейчас я вам покажу, Игорь достанет, значит, вот как они отреагировали там написанным, на этой кружечке. Самый лучший преподаватель в мире, вот 347-й группу. Вот, пожалуйста. Так, университет имени Сухомлинского, да? И поэтому, как только я выпью до дна, я, значит, унесу вот это. Судьба вас не случайно в самом детстве занесла вот в авиамодельный кружок. Вы не стали летчиков, вы не стали космонавтов, но это в жизни вам потом понадобилось или нет? Понадобилось, в переносном смысле, я бы сказал. У нас был Николай, он недаром умер, Вячеслав Козлов. Да, поэт. Поэт и прекрасный журналист. У него есть такие строчки. Есть траектория полета, нет траектории ходьбы. Вот, на мой взгляд, очень мудрые слова. Надо всегда стараться что-то новое, чего-то найти новое, не бояться этой новизны. Вот тогда, я думаю, будет и жить интересно. Траектория полета, а у вас еще есть и траектория любви. Да. Будьте здоровы. Спасибо большое. Спасибо. Дай Боже. Спасибо.